Торжественное открытие Кабинета казахского языка и культуры имени Абая началось с выступления вокально-инструментального ансамбля БРМ, после чего ведущие поприветствовали гостей, в числе которых представители диаспоры, государственные деятели, ученые, писатели и деятели культуры. Первым со стороны Казанского университета выступил президент КФУ Рияс Минзарипов. Он поблагодарил тех, кто смог разделить эмоции в столь важный день и кто посодействовал в реализации открытия кабинета. Открытие такого кабинета, где будет аккумулироваться мысль, как развивать нам это сотрудничество, в каких направлениях, какие аспекты сотрудничества международными рассматривать, изучать, чтобы потом уже какие-то выводы делать, эти выводы распространять на дальнейшее, так сказать, деятели университетов и, может быть, даже стран, я так бы сказал. Вот это, я считаю, очень знаменательное событие. Опыт развития казахстанского, Татарстана, казахстанского, российских надо использовать уже для сотрудничества с другими странами. И для того, чтобы из этих стран приезжали к нам студенты, учились, знакомились с нашей жизнью и потом уже, сказать, выносили липту в развитие своих стран. Также с поздравительной речью выступили генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Исхаков, директор Дома дружбы народов Тимур Кадыров и проректор по академическим вопросам Евразийского национального университета Ардак Бесенбай. Они поблагодарили всех присутствующих и рассказали о важности сохранения и развития казахской культуры. У каждого дипломата всегда в жизни есть какая-то мечта. Вот она и сбылась. И спасибо большое правительству Казахстана, спасибо большое казахскому, университету, Евразийскому университету, которые приложили такие большие усилия и хочу заметить, за такой короткий срок мы сумели это добиться. Подвижение казахского языка, обучение, проведение различных методических мероприятий, семинаров, каких-то, может быть, более таких познавательных мероприятий. Поэтому я очень радостно, что у нас есть такая маленькая частичка в университете, где мы можем совместно проводить эти мероприятия. И вот торжественный долгожданный момент — открытие кабинета, который будет с гордостью носить имя поэта, философа, народного просветителя и основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. Он был одним из первых казахских писателей, кто активно использовал прозу в своих произведениях, в которых выражал глубокие мысли о национальной идентичности, любви к родине, природе и человеческим ценностям. Гостям провели экскурсию по кабинету. Рассказали о том, сколько студентов из Казахстана учатся в Казанском федеральном университете, как реализуется изучение казахского языка, литературы и культуры, и проводятся курсы, мастер-классы, научные конференции и семинары в КФУ. Мы очень рады и горды тем, что именно на базе нашего Казанского федерального университета сегодня открыт центр имени Абая, известного поэта, известного общественного государственного деятеля, одного из основателей казахского литературного языка. Здесь будут проводиться мероприятия, связанные с изучением, сохранением, продвижением казахского языка и культуры. Будут проводиться онлайн-векции, будут проводиться встречи, творческие вечера. Знаковое мероприятие стало отправной точкой развития культуры, науки, образования и молодежной политики Казахстана в Татарстане. Кабинет казахского языка и культуры имени Абая не только увековечит память о великом казахском поэте, но и станет местом, где каждый сможет познакомиться с богатой историей культуры Казахстана. Кристина Отекина, Кристина Нырова, Александр Антонов, Универ Новости.